Футбол России Спасибо, все хорошо. Да, действительно, есть такие повреждения. То одно, то другое вылезает. Так что ничего страшного, на самом деле. Думаю, что скоро выздоровлю окончательно. Но сыграете в этом календарном 2020 году или, может быть, уже в следующем, в 2021? Не знаю, поиграли вообще, в принципе. Но если, опять же, все будет нормально, то, может быть, в следующем году. В этом вряд ли. Вы сейчас играете за клуб «Знамя» из Анагинска. ПФЛ. Почему приняли это предложение после завершения большой карьеры? Получается, все-таки футбола не хватает. Получается, в футбол не наигрались. Ну, действительно, не хватает, потому что проходит там, условно, 5-6 месяцев, и ты начинаешь все равно как-то ощущать нехватку вот этого драйва, вот этого процесса. И, ну, просто, опять же, на этом уровне поиграть для удовольствия. Почему нет? А какой там вообще уровень? Сложно или нет? Это серьезно, это профессиональная лига, это хороший уровень, опять же, молодые ребята, которые хотят нас, старичков, всегда обыграть. Так что, нет, достаточно неплохой уровень. Мы с вами, помню, записывали интервью пару лет назад. Вы только-только заявили о том, что собираетесь завершить карьеру. Но такой вопрос. Может быть, не нужно было? Может быть, стоило еще поиграть где-нибудь в премьер-лиге? И вот Ещенко до сих пор играет. Ну, может быть, да, может быть, я поторопился, но уже, на самом деле, знаете, как смысла нет, о чем-то жалеть. Решение принято, и можно было, наверное. Но что сделано, то сделано. Ну, раз уж заговорили про Ещенко, вспомнили про клуб, где вы играли совсем недавно, про московский «Спартак», тогда и вопрос, который касается «Спартака». Сейчас обсуждают, могут ли «Спартаковцы» побороться за чемпионский титул. Вы сами в это верите? Сейчас я, наверное, в это верю, потому что в начале чемпионата у меня не было такой уверенности. То есть сейчас, конечно, все-таки уже 12 туров прошло, и команда занимает первое место, неплохо играет. Так что все возможно, но на самом деле, в любом случае, еще очень большая дистанция. Посмотрим. Вы сами с «ТДСК» не успели поработать, но он вам симпатичен как тренер? Вам нравится то, что сейчас «ТДСК» делает в «Спартаке»? Ну, я сразу же говорил, что мне кажется, он привнес дисциплину. Он гнет свою линию, игра в пять. То есть он не отходит от этого. И сейчас это приносит результат, как мы видим. Я читал ваше интервью, которое вы дали перед матчем с «ССК», перед дерби. Вы тогда сказали, что есть у вас вопросы по составу «Спартака». Вот сейчас время прошло. А «Спартаку» нужно по-прежнему укрепление? Конечно, обязательно нужно. Но, опять же, должен выйти на свой уровень Саша Кокорин. Это добавит еще больше, сделает еще сильнее «Спартак». Хорошее приобретение сделали «Мозоса», купили. И мне кажется, они еще будут, может быть, ну, понятно, не сейчас, зимой, в середину наверняка кого-то возьмут. Ну, мне так кажется. И тогда это будет, наверное, более такая сбалансированная команда. Уже, действительно, претендент прям такой. С большой буквы. То есть вы верите, что Кокорин, он все-таки сперва долго не играл, потом вот в Сочи провел какое-то время, сейчас в «Спартаке» набирает форму. Вы верите в то, что Кокорин может вернуться на свой прежний уровень? Ну, мне кажется, в Сочи он плюс-минус уже был похож на себя. Но, перейдя в «Спартак», наверное, все-таки и давление сыграло свою роль, и то, что его мучают травмы. И я верю, да. Почему нет? У него все для этого есть. Он молодой парень. Уже с опытом, так что я думаю, да. Иногда на правом фланге, на вашем фланге, оказывается, Крал. Вот в матче с «Зенитом» он с правого фланга отдал очень хорошую передачу. Как он вам, когда он играет справа? Ну, он все-таки не совсем справа играет. Я видел там Зобнина чаще. Ну, просто там ситуация такая, да, именно в игре с «Зенитом» сложилось, что он с позиции правого такого атакующего сыграл здорово, разобрался. Но, вообще, он неплохо выглядит в этом году. Если «Спартак» все же будет бороться за титул, кто будет главным соперником? «Зенит», «ЦСКА», может быть, «Локомотив»? Ну, я думаю, «Зенит», конечно же, в любом случае, фаворит. Даже несмотря на то, что там в конце произошло, ну, в последнюю неделю произошло, мне кажется, что «Зенит» фаворит. «ССКА» укрепился, и мне кажется, «ССКА» будет только прибавлять. С «Локомотивом» тоже непонятно. Вроде бы они неплохо выглядели в Лиге Чемпионов, но при этом сейчас дома проиграли последние команды. То есть, наверное, там тоже есть какие-то проблемы. Ну, плюс-минус, опять же, будет очень много зависеть именно, как эти команды смогут совмещать с Еврокубками вот эти внутренние наши баталии. И, наверное, исходя из того, что было в последнюю неделю, все команды проиграли, то для «Спартака», наверное, это преимущество, как мы видим. Но я так не считаю, но, мне кажется, наоборот, Еврокубки, и ты все время играешь, все время в игровом тонусе, мне кажется, это плюс. Ну, как все складывается, видите, как, наверное, может быть, подустали. Наши команды в Лиге Чемпионов, с одной стороны, кое-кто сумел побороться, с другой стороны, никто не выиграл вообще в Еврокубках. Ни в Лиге Чемпионов, ни в Лиге Европы. Не было немножко грустно наблюдать за такими играми? Грустно, конечно. Опять же, насколько я понимаю, уже там бельгийцы нас подпирают по коэффициентам, как там считается. Не знаю, ну, грустно, конечно. Хочется, чтобы более как-то стабильно набирали очки, но не получается пока. Что сейчас происходит с «Зенитом»? Они теряют очки, они проигрывают. Это короткий кризис? Кризис такой какой-то структурный? Или, может быть, они быстро выкарабкаются? Вроде бы состав сбалансированный. Не знаю, по-моему, травмированных там нету. Может быть, конечно, ошибаюсь. Может быть, говорят, что наелись, хотя у них не так много матчей было сыграно. Наверное, все-таки вот с брюги немножко надломило вот это поражение. Никто не ожидал, что «Зенит» проиграет. Хотя, опять же, это Лига Чемпионов, чемпион Бельгии. Может быть, чуть-чуть надломило, и во внутреннем чемпионате тоже произошло такое поражение. Но, мне кажется, в любом случае они выйдут из этой ситуации достойно и еще подбьются и там, и там. А «Локомотив» стал сильнее? Мог ли «Локомотив» стать разнообразнее после ухода Юрия Семина? Как вам сейчас «Локомотив» вот в этом сезоне? В какой-то момент мне показалось, что они заиграли ярче. То, что я видел, сейчас у них как-то не очень все выглядит. Хотя, с другой стороны, появляются молодые ребята в составе. По-моему, при Николиче их стало больше. Новички не знаю, но пока как-то у них не очень забалансировано все смотрится. Но приобретение «Зе Луиша» — это усиление. Вы этого футболиста хорошо знаете. То есть «Зе Луиш» — это усиление? Ну, это очень хорошее усиление. Тот «Зе Луиш», который был в «Спартаке», просто я не так за ним следил в Порту. Но тот «Зе Луиш», который был в «Спартаке», конечно же, это прям... Для нашего чемпионата, для «Локомотива» это прям мощно. Сборная проиграла товарищеский матч, когда играли со шведами. Затем были матчи с Турцией и Венгрией. И тот, и другой завершились ничью. После матча со шведами вы говорили, что вам в целом понравилось, как наша сборная действовала. Что касается двух других матчей с венгриями и турками. Первый тайм. Я сказал, что со шведами был очень хороший первый тайм. С турками тоже был отличный первый тайм. И в той, и в той игре мы могли забивать не один мяч. Но во втором тайме что-то происходит, и все наоборот. С Турцией прям ярко это бросилось мне в глаза, что турки прям... Я не знаю, может быть, конечно, произошла вот эта замена. Справа вышел вот этот атакующий полузащитник из Лестера. Я просто забыл имя. Но прям все изменилось, и турки должны были тоже не один забивать. Шунин выручил. Просто первый тайм, а второй тайм очень сильно отличались. С Венгрией уже не так. С Венгрией наоборот. Вроде бы даже во втором добавили, но не смогли забить. Так все-таки как получается? Наш уровень это вот то, что сборная показывала в первом тайме? Со шведами, с турками? Или все-таки наш уровень это то, что было уже после, во втором тайме? Если мы играем 45 минут с большим преимуществом, создаем моменты. Во втором тайме почему-то подсаживается команда. Опять же, может быть, физически, не знаю, по силе. Но если мы 45 минут играем на таком уровне, и опять же создаем моменты голевые, просто не удалось их реализовать. Я думаю, что все-таки мы можем так играть постоянно. Миранчук уехал в Аталанту, в команду очень специфическую, к ней нужно привыкать. И сам тренер Гасперини говорит, что пока рассчитывает на Миранчука как на игрока-обоймы, то есть на того, кто будет выходить на замену. Вот это было с его стороны нерискованное решение? Или все абсолютно правильно, и пока все проходит, адаптация нормально? Тренер делает все правильно. Он не создает какой-то лишний ажиотаж, чтобы напарням было какое-то давление, его купили за большие деньги. Он попал в очень играющую команду, которая ему очень подходит, как мне кажется. И я думаю, что со временем все будет хорошо. Опять же, он уже вышел в Лиге чемпионов, забил мяч. Нужно время, серия, это такой чемпионат, наверное, тоже специфический, и к нему надо привыкнуть. Я думаю, что у него все будет хорошо. Тем более в этой команде. Я читал ваше высказывание перед боем Нурмагомедова, причем и соперника вы тоже характеризовали. То есть вы регулярно следите за тем, что происходит в мире ММА? Да, да, да. Хабиб на самом деле удивил. То есть настолько долго он стоял в стойке весь первый раунд. То есть практически какие-то были там проходы в ноги, но Гейджи их пресекал, и, конечно, так все быстро раз, и потом были в им приемом. Я, наверное, другого ожидал просто. Ну, я ожидал, что будет там точно продлиться, может быть, 3-4 раунда. Но не думал, что все так быстро произойдет, и как-то Хабиб все так... Ну, вышел как будто на новый уровень. Я не ожидал такого. Как вы считаете, мы Хабиба еще увидим в октагоне? Не знаю. Честно, вот, если бы кто-то другой был, ответил, а так не знаю. Ну и напоследок, все-таки есть желание тренировать, или, может быть, в будущем стать менеджером, управлять каким-нибудь клубом, или все-таки там работа тренера ближе? Все, может быть, опять же, надо найти себя. Я пытаюсь это сделать сейчас. Есть там интересные предложения. Тренировать, чтобы начать тренировать, надо, наверное, лицензию сначала пойти получить. Но как-то вот что-то не особо меня тянет в это русло. Ну, то есть все-таки, скорее всего, увидим вас там президентом клуба. Ну, почему нет? Почему нет? Будем стараться, к этому стремиться. Мы сегодня разговаривали в футболе России с Александром Самедовым, который играл раньше за сборную России, выступал за самые разные клубы, играл на чемпионатах мира. Мы продолжаем следить за всем, что происходит в российском футболе. Смотрите «Футбол России». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова